Добрый день! Надеюсь, что меня слышно. Я уже второй день слушаю прекрасное выступление и не могу не отметить, что здесь шикарные презентации у всех выступающих. На самом деле, я даже жду, когда этот пул презентаций пришлют всем участникам, потому что они просто очень классные, многие просто. Наша презентация тоже шикарная. Про историю успеха. Я вот второй день слушаю и вспомнила Толстого, Анну Каренину, что все счастливые семьи счастливы одинаковы, а несчастливые несчастливы по-своему. И вот одна за одной история успеха, которая складывается из одних и тех же, в общем-то, слагаемых, очень хотелось бы посмотреть на тех, у которых не получилось. Или, например, оптимакрос сходил на тендер и проиграл его. И как бы вот эти точки, это точка роста оптимакроса. Проиграл в пяти тендерах. Почему? Как стать лучше? Не получилось где-то внедриться. То же самое. Как бы почему? В чем? Ну, что можно улучшить? Когда все хорошо, кажется, что... Кажется, что все хорошо. На самом деле, это не очень так. Значит, про свое внедрение и про историю успеха я расскажу то, что мне очень повезло. И мне в наследство досталась работающая модель Анаплана, которую внедряли Елена Бородина из компании Асна. Она вчера выступала. И Кирилл Мишарин. Это один из ключевых персонажей, как бы, менеджеров оптимакроса сейчас. Вот. Они действительно очень крутые ребята. Они сделали очень крутую модель в Анаплане. И она прекрасно работала. Мы лет шесть продлевали эти лицензии, пока не наступил 2022 год. И, в общем-то, надо было искать аналогов. И тут уже даже не... Почему мы их выбрали? А можно было презентацию назвать... У нас не было выбора. То есть, ну, такой вот вариант тоже. Не надо ничего складывать про все эти деньги и про степень похожести. Действительно, выбора не очень много. Вот. Соответственно, задача была архипростая. Надо было взять работающую модель из Анаплана и переложить в работающую модель из оптимакроса. И вот здесь очень крутая история, потому что за шесть-семь лет кручения Анаплана он накрутился до такой степени, что были формы, о которых я даже не знала. То есть, когда мне внедренцы присылали на... Ну, так сказать, я же, типа, бизнес-заказчик. Вот. Нужно ли переносить ту или иную форму? Я сходила по всем своим старикам и пенсионерам и спрашивала, а зачем она нам? А что мы с ней делаем? Вот. Такого плана. Но, соответственно, то, что не используется, то, что мы не переносим в новую систему, умерло. То, что, соответственно, перенесли, классно работает. Вот. И еще по ходу внедрения доработали всяких тоже крутых штук. Благодаря нашему центру компетенции. У меня вот центр компетенции сидит в зале. И участвовал в архбатле. Василий Тубальцев. Тоже прекрасный специалист. Благодаря ему много-много что делается. У нас развивается наша система. Ну, как сказать, с помощью внутренней поддержки. Вот. Что еще рассказать про нашу систему? Ой, тут же можно крутить, да, презентацию. Вот. Все рассказывают про свои компании. Тоже очень здорово. О том, что все компании разные. Производственные, строительные. И еще какие-то. И некоторые нацелены на конечных покупателей, да. Некоторые нацелены на бизнес-бизнесу, да. У нас вот история такая немножко полугосударственная. Компания собирает денежные средства с владельцев таких многотонных машин, 12 тоников и выше. И, соответственно, мы следим, как они проезжают по федеральным трассам и собираем с них за проезд плату. Это, по сути, огромная система, которая состоит из контроля, из графа, там, дорог и так далее. И у нас очень много айтишников также внутри системы работает. Но Оптимакро все равно живет отдельно. То есть, несмотря на то, что огромный технический блок, который занимается поддержкой всех этих информационных систем, нам потребовался все равно свой центр компетенции, да, который тоже всем рекомендую развивать. Что еще рассказать про историю успеха? Могу рассказать некоторые веселые вещи. Например, про инструкции. Вот все внедренцы не любят писать инструкции и говорят, зачем вам это нужно, интерфейс такой юзерфрендли, вы заходите, нажимаете кнопку, и как бы все понятно. На самом деле история заключается в том, что каждый пользователь расходит в эту систему один раз в год. Когда у него наступает время бюджетирования, и мы открываем окно бюджетирования 10 дней, когда он должен зайти и занести все свои заявки, да, вот в эту систему. За год либо этот человек уже ушел, либо он совершенно забыл, что там нужно делать, но примерно 5 дней из этого окна бюджетирования тратится моими сотрудниками на то, чтобы объяснить каждому региону и Владивостоку в другом часовом поезде и так далее, что ты, мой хороший, должен сделать, какую цифру ты должен внести, чем отличается сумма с НДС от суммы без НДС, почему, соответственно, ты должен выбрать такую аналитику, а другую тебе не дает программа выдать, потому что эта аналитика не может быть использована в твоем там ЦФО, ПФО и так далее. Это куча сложных моментов, поэтому моя всегда задача была сделать так, чтобы все инструкции были доступны на экране оптимакроса. Вот, и, соответственно, ребята из оптимакроса сказали, да, у нас вообще классно реализованы инструкции, мы делаем кнопку инструкции, и она, соответственно, прямо вот у вас на том дашборде, который работает. Я говорю, хорошо, давайте, они сделали первую пробную, значит, кнопку, я ее нажимаю, ну, оптимакрос, мягко говоря, закрывается, у меня на весь экран инструкция, там, из 20 пунктов. Сделай раз, сделай два, сделай три. После этого я закрываю инструкцию, передо мной опять оптимакрос. Я звоню и говорю, ребята, как вы себе это представляете? То есть пользователь должен открыть инструкцию, выучить наизусть 20 пунктов, закрыть ее, вернуться, ну, или, там, запомнить хотя бы пять этих штучек, сделать пять, потом вернуться опять туда. Я говорю, нет, нет, это не должно открываться, это должно быть короткими буллетами. Понятно, что ты делаешь здесь, что ты делаешь здесь. Если у тебя не работает это, то как бы, ну, кроме классической в оптимакросе истории, не паникуй, как бы все нормально. Вот, система, система зависла, но это, типа, так у всех, вот, то, ну, как бы, как бы какие-то штуки еще нужно продумывать, и это как раз такой, не то, что постпродакшнс, поствнедренческий будет моя работа, потому что я действительно очень хочу, чтобы на каждый дашборд, чтобы человек через год в него возвращался как родной. Потому что я, на самом деле, пугаясь своей стратегической модели, ну, которую, по сути, сама же разрабатывала, захожу в нее раз в год, и я не помню, что мне делать. Я не, я думаю, кто сделал вот это, все вот эти 15 кнопок, зачем они мне нужны? Вот, соответственно, это к вопросу документации, потому что ребята тоже спорят, ну, внедренцы говорят, зачем, ну, зачем вам описание этой системы? Ведь она же настолько гибкая, она так классно меняется, она завтра будет другой, а вы, значит, это все в документах забудете. Я говорю, да блин, да здорово будет, тогда мы откроем, зачем нам нужен был этот дашборд. Я посмотрю, что я сама себе 5 лет написала, зачем он мне нужен, и уже приму решение. А если, соответственно, через 5 лет я его открою, я буду думать, а вдруг это важная штука? Это вот, знаете, это как, ну, вот разбираешься в гараже, да, нашел гайку, и ты не знаешь, к чему она подходит. Ну, а вдруг это очень важная гайка? Поэтому, если к каждой гайке будет, по крайней мере, понятное описание, что это гайка от этого пылесоса, а, этот пылесос я выкинул, соответственно, можно и вот эти гайки выкидывать, это будет очень здорово. Поэтому, ребята, кто против, я, кстати, на второй уже конференции выступаю, и вот консультанты, которые, так скажем, они конкуренты, аптитимы, да, которые тоже внедряют этот продукт, но другими командами, они также спорили со мной там в зонах отдыха до соплей, то, что не надо ничего документировать, что гибкие системы не нуждаются в документации. Ну, как бы время покажет, но вот у нас с анапланом, то, что действительно большого пула документации или там, как бы вот этих томов не было, возникла перетряска вообще всей системы после перехода на другие рельсы. Вот. Сколько у меня еще есть времени? Может, мы заканчивать будем уже? К вопросам перейдем? Ну, все, мы, 4 минуты, есть вопросы. Наверное, это я, я директор департамента бюджетирования управленческого учета, и если вас что-то интересует, то я вам могу рассказать все, честно. Субтитры сделал DimaTorzok